Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот вчера я вам рассказывала про черную землю, показывала кучу. Сегодня я пришла показать вам перегной. Потому что перегной, тут уже начались обсуждения, что перегной уже бывает разный, да? И кто-то перегноем называет компост, который мы укладываем в компостную кучу. Но это как бы наш личный перегной, домашний. Кто-то перегноем называет, вот то, что мы пропалываем грядки, складываем в кучку. Вот теплые грядки, это же тоже перегной. Да, действительно, перегной бывает всякий разный, животного происхождения, растительного происхождения. Листовой перегной в лесу, который мы собираем. Но вот такими большими кучами купить перегной можно только животного происхождения. Ясно, что вам никто не привезет перегной какой-то там растительный. Его просто взять негде, его нужно самим или изготавливать, или собирать. И у меня сейчас речь пойдет именно о том перегное, про который я говорила, что... Ну вот, про какашки, про коровы. Смотрите, если черная земля, я говорила, что там десятилетиями, тысячелетиями работали там всякие микроорганизмы, климат, то над этим перегноем работали коровы всего три года назад. Вот обычно употребляется, используется для огорода, перепревшей трехлетней давности перегной. То есть, три года назад это был навоз свежий. Это вот именно те самые какашечки, солома, подстилки, опилки. Все тут вместе, когда убиралось, перемешивается. Они там складывают рядом с фермами. И вот оно, когда дойдет до определенной кондиции, вот там одна зрительница написала, что многолетний это страшно, не это нехороший он. Ничего страшного с ним не происходит. Вот они, три года у них он там перепревает, в удобом варимую такую форму, в землю, которую можно вбить, как превращается. И потом, когда он здесь лежит, он у меня иногда лежит два года, он просто до того изменяется, что это просто такая земля. В конце концов, все превращается в конце в землю. Но вот этот перегной и та черная земля дерновая, они очень отличаются. Есть ли ту землю, которую мы называем чернозем? Ну, там вчера написали, что это глинозем, что это там рыжий. Нет, это чернозем, там просто солнце так вчера ярко светило, и оно казалось, что оно светлое, даже с рыжинкой. Просто у нас верхний слой дерновой земли именно такой. Он не такой жирный чернозем, как вот где-то пишут, а у нас жирный. У нас вот он такой, но это все равно черная земля, любая черная земля, верхний слой, это чернозем. Ну, конечно, процент вот этого плодородия везде разный, и у нас в сибирском регионе он не очень плодородный, но все равно это чернозем, глины у нас вообще нет. И они очень разные по действию. Если ту черную землю можно добавлять вот хоть сколько, бесконтрольно, безразмерно, можно и толстый слой в огороде вот такой наложить и садить, то вот с этим нужно осторожничать. Сжечь он не сожжет, но при чрезмерном употреблении могут томаты зажировать, может перец уйти в зеленую массу, а урожайность понизится. Тут все-таки мы используем дозировано. Я когда вот высаживаю сейчас томаты, или ковшичком, или просто совочком вот таким килограмм, полтора на лунку, не больше. Это если учесть, что у меня грунт наибезднейший, песчаный, у меня вообще ничего здесь нет. И все, если я с вами покажу, вот у нас как дорога, вот видите, белая дорога, даже нет какого-то темного оттенка. А вот земля, вся земля, на которой мы что-то делаем, она вся привозная. Вот это видите, вот про которую я вчера говорила, вот этот чернозем, черная земля, мы возили камазами 5 лет вот сюда, чтобы маленький участок картошечки садить рядом с домом. Вот эта вот земля, это именно покупная с полей, вот про которую я вчера говорила. И она не рыжая никакая, это не глина, это натуральная черная земля, чернозем, ну сибирский чернозем. Да, он не очень жирный, но все-таки это не наш грунт, который я потом покажу вам в огороде, какой у нас грунт. У нас грунт песок. Так, и еще вот этот перегной, если черную землю, сейчас смешно я скажу, если черную землю видели, с той стороны у нас лежит, там ездят машины, ходят люди, он лежит в свободном доступе, он никому не нужен, то вот этот перегной, видите, это уже другая сторона у нас, задняя, как черный ход у нас в огород, то этот перегной, мы специально для него закрыли его вот этой вот, видно или нет, вот это, видите, сетка рабица, потому что этот перегной ночами воруют. Приезжают люди прямо на тележках, у нас перегной, за ним все гоняются. Кто-то приезжает днем, культурно спрашивает, можно мы возьмем, можно мы возьмем, покупать, потому что никому не охота, а всем хочется в свои бедные участки добавить перегноя. И когда отказываешь, начала я уже отказывать, потом смотрим, утром встаем там, вот так выемка, ямка кто-то украл там, мы стали его обгораживать, вот машину сейчас привозим, опять снова вставим, обгораживать стали сеткой рабицы. Представьте, какая ценность это перегной, точно черное золото. И насчет черного, на цвет он, конечно, не черный, он очень отличается от этого, от земли. Он рыхлый, коричневого оттенка, и вот в этом году мне не понравился. Еще можно напороться, что перегной разного качества. Иногда прям хороший такой, весь перепревший, и именно видно, что он, ну, классный. А вот в этом году привезли, видите, как неудачно, очень много, мало говна, короче, а много подстилки, опилок. И опилки не перепревшие, они, вероятно, прям не выдержали тот срок, который нужно. Ну, в общем, ась в машине не видно, я один раз им высказала, я же у одних и тех же, лет 6 уже беру, один раз им высказала, что я опилки не собираюсь за 3 тысячи машину покупать, вот в этом году уже 3,5. Хочется, чтобы был вот такой вот, именно перепревший, как плодородная земля. А иногда подсунут половину опилок, когда уже высыпят, уедет. Вот видите, как она еще, не это, не готовый он. И вот теперь буду ковыряться в этих говешках, выбирать, где вот черное перепревшее буду брать, а это пусть лежит на будущий год. Опилки, они, конечно, перепреют, но это уже не тот перегной, как я говорила. Или перегной животного происхождения, мне нужен вот такой, или перегной с опилок. Это уже растительного происхождения. Это две большие разницы. Вот здесь напихали мне немного побольше опилок, чем я хотела бы. Так, ну все про перегной, все ясно. Но хочу предупредить, если перегной не очень, не трехлетний, не перепревший, а как более свежий, ближе к навозу, могут от него сгореть растения, его нужно сильно перемешивать с землей, чтобы не попадались комки вот этого, как... Ну, я не знаю, как назвать говно. Ну, вот этого вот кала, чтобы вот он свежий, вот это не попадало ни на корни растения, никуда не на листья, все может сгореть. Лучше, когда перегной, конечно, выглядит вот так, когда его уже невозможно отличить от земли. Вот самый классный, вот смотрите. Вот это же тоже, то же самое, на букву Г, только хорошо перепревшее. Вот это вот перегной, вот это вот перегной называется черное золото. А опилки, конечно, измазанные в экстрементах животных, черным золотом назвать сложно. Все. Я объяснила для тех, кто... Вот некоторые говорят нудно сильно, долго, подробно. Но если есть человек, который вообще не различает, что такое перегной, а что такое чернозем, для некоторых это вообще одинаково, но это две больших разницы. То природное, безвредное, там все микроэлементы, там различный и гумус, и все, все это в черноземе, а в перегной, вот в этом, только азот. Кроме азота здесь ничего нет. Вот этот перегной очень любят огурцы. Вот этот перегной нужно добавлять, когда у вас бедный грунт, песчаный там, ну не знаю, вот у меня песчаный, еще есть, не знаю, какие еще есть бедные грунты, но вот у нас песок. Нам без этого перегноя ничего не вырастешь. Если я сейчас не добавлю весной перегноя, то мне придется или пичкать фабричными удобрениями, вот этими селитрами, которые я не люблю, ненавижу, никогда не применяю, от них только, это, ну, зеленая масса нарастает, ничего хорошего, урожайности нету, или, короче, пичкать фабричными удобрениями, или ходить весь сезон с пустым ведром. Все. С перегноем будьте осторожны. Он может нанести вред при чрезмерном употреблении, может даже сжечь, если он недостаточно выдержанный. Он, как коньяк, должен быть с минимумом трехлетней выдержки. Все, до свидания.